Добрый день. Как обычно по средам мы говорим о спорте, о том, что радует и что волнует. Когда к нам приходят такие гости, у нас есть только одна задача, как бы успеть задать все вопросы, чтобы максимальное количество времени уделить всем-всем-всем спортивным и не только в данном случае, наверное, еще кое-каким политическим новостям. Тем не менее, у нас в гостях известный спортсмен, депутат Госдумы. Не знаю, в каком порядке лучше называть, но тем не менее, Николай Валоев. Николай, добрый день. Добрый день. Вам в каком статусе больше приятно находиться в данном случае в качестве спортсмена и больше говорить о спортивных делах? Или все-таки политика депутата Госдумы, комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту? Я с вами готов обсудить любые вопросы, которые, собственно говоря, будут интересовать вас. И из любой той области, где я так или иначе представлен или имею честь поработать, или уже работал. Поэтому задавайте абсолютно нормально. Я непринципиально отношусь к тому, как меня представляют. Даже гораздо более проще Николай Валуев. Николай Валуев. Хорошо, давайте, Николай Валуев, будем с вами разговаривать относительно, знаете, что? Очень сейчас интересует всех и спортивную общественность, и просто любого жителя России ситуация с Олимпиадой в Сочи. Я знаю, что вы там недавно были, мало того, прочла несколько ваших достаточно позитивных отзывов на предмет того, что вы там увидели. Но это несколько диссонирует, например, с теми же высказываниями спортсменов, которые говорят, ребята, там не так все хорошо, и там есть какие-то проблемы. Что вы там увидели? Что для вас показалось проблемным? Или что, наоборот, вызвало у вас, в общем, радость и оптимизм? Как раз я бы не стал, знаете, каким-то образом противопоставлять свое мнение именно спортсменам, которые имели возможность встать, допустим, на коньки, опробовать лед, или проехаться на санках, или поучаствовать в слаломе, ощутить твердость покрытия какого-то снега и прочего, погодных условий. Все-таки, конечно, мое мнение более общее, это понятно. А мнение спортсменов, которые, если грубо говорить, ощутили все на собственной шкуре, может быть как раз более полным. Но те высказывания, которые я допускал после того, когда мы посетили Сочи, сочинские объекты, олимпийские, они как раз касаются вообще, в принципе, инфраструктуры, они касаются той стройки, которая является по сути олимпийской. И я хочу объяснить, и хотел тогда, и буду объяснять всем тем, кто пишет об этом, кто об этом хочет знать и слушает, мое мнение по поводу вообще, что есть олимпийская стройка. Дело в том, что олимпийская стройка не ограничивается устройством всего лишь нескольких там спортивных объектов, которые находятся в Американской долине или в Красной Поляне. Дело в том, что это более обширное понятие, в которое входят также инфраструктурные там сети, инженерные сети, которые вообще закапываются в землю. Но стоит это безумных денег, сам строил дом, знаю, сколько вот под землей находится денег, понимаете? Сколько там закопано. Сколько там закопано, да. И никто никогда этого не увидит. И выражаться это лишь будет в своевременной доставке воды до точки, от точки А до точки Б, нормальном функционировании канализации, отопления и прочих вещей. И, конечно же, электроэнергии. Очень много будет касаться, конечно, дорог. И я могу сказать, что я ведь приезжал в Сочи уже не первый раз. У меня было уже три поездки. Я имел возможность видеть примерно, с чего начиналось. Ну, наверное, где-то что-то к середине ближе. И вот последняя поездка недавняя, скорее всего, это уже такие вещи. Хотя их не назовешь еще, когда идет уже фасадная часть. Но, по крайней мере, большинство той бетонной части, которая самая такая трудная тоже, она сделана. То есть большинство инженерных сетей, они уже проложены. Вот это, на самом деле, очень сложно предусмотреть именно инженерные сети. Я очень хорошо знаю, что такое, когда что-то недоприсмотрено, что-то недопроектировано, и приходится, фактически, уже чистовую отделку срывать, заново проводить сети. И это страшная штука. На самом деле, переделывать еще дороже, чем сделать сразу. Ну вот, в вашей речи, у меня есть два момента, за которые я сразу зацепилась. Во-первых, когда мы говорили с вами о том, что спортсмены многие недовольны, вот в частности, я прочитала высказывание Алексея Ягудина. Это человек, который лед не опробовал, на трассе, на Сан-Абабс-Лейной не находился. Да, самое интересное, что я не понял, почему он так выразился. Но, видимо, он там побывал и высказал свое мнение, сказал, что это грязь, разруха и вообще позор, и непонятно, когда это и чем это закончится. И, второе, вы совершенно верно сказали, что там закопано много-много миллиардов. Насколько целесообразна вообще была эта стройка, это, наверное, самый глобальный вопрос, о котором мы могли бы вообще говорить. У нас в программе были экономисты, которые сказали, конечно, в Мурманске было бы логичнее провести, или, допустим, в той же Тюмени, где есть хоть какая-то инфраструктура, или в Ханты-Мансийске, где идет этап Кубка мира по биатлону. Тем не менее, мы решили проводить в Сочи. И это деньги, и это та же инфраструктура, которая требует многомиллиардных вложений. Вот с этой точки зрения, что скажете? Я, кстати, могу сказать, что, если брать мое какое-то отдельное мнение, то когда был выигран, ну, как сказать, тендер, не знаю, как правильнее сказать, но все-таки Россия стала тем местом, где стартует Олимпиада, все-таки было представлено в Сочи. А я, откровенно говоря, тогда удивился, потому что все-таки, на мой взгляд, и с точки зрения развития зимних видов спорта, это все-таки где-то Екатеринбург, и не обязательно, кстати, Мурманск. Ну, это, на мой взгляд, да? Там, где традиционно вообще все касается зимы, лыж, коньков. Уж точно не там, где море. Уж точно не там, где море. Сразу перебью. Сейчас прогнозе погоды в Краснодаре плюс 28. В это время как раз будет заканчиваться Олимпиада в следующем году. О чем? О каких зимних видах спорта мы сейчас говорим? Ну, там все-таки речь идет, там крытые объекты, в которых будет проходить хоккей, фигурное катание, открытие Олимпиады и прочее. Но там зимние условия для льда сумеют создать. И объекты действительно поражают не только своей красотой, но и, в общем-то, тем, что находится внутри, своим наполнением. Да, я, откровенно говоря, удивился. Но, вероятнее всего, Сочи было выбрано как точка притяжения и развития целого региона. То есть та инфраструктура, которая там останется, позволит не только проводить спортивные там состязания, но призвано будет привлечь не только инвестиции, но, в первую очередь, людей в тот город, в котором Олимпиада пройдет, как курортный город. И, в общем-то, об этом не скрывается, об этом и говорится, что мы хотим, чтобы наши туристы приезжали, катались на лыжах у нас, чтобы они имели возможность тут же спуститься вниз. Это действительно практика достаточно редкая, далеко не везде встречающаяся. Сильно отличная тоже там в Швейцарии, прочих мест. В Швейцарии нет моря? Нет моря. Нельзя, да, искупаться. Но, согласитесь, экономически это не очень выгодно. Если ты хочешь сделать курорт мирового класса, вложись только в этот курорт. Зачем там делать и проводить Олимпиаду, вкапывать в эту же землю, выражаясь вашими же словами, да, чуть ранее сказанными? Зачем такие миллионы туда закапывать? Даже, я бы сказала, миллиарды, собственно. Я отвечу вам, если бы это произошло где-нибудь, вышеназванный там Тюмень, Екатеринбург или тот же самый Мурманск, там бы точно так же пришлось бы вкапывать. И я могу вам сказать, что многие города, еще бывшего Советского Союза, точнее, их инженерная инфраструктурная сеть изношена настолько, что для того, чтобы провести мероприятие такого уровня международного, там именно пришлось бы сначала, опять же, менять все трубы, все провода, огромное количество денег вкапывать в землю. Но я думаю, что вы слышали историю с Швейцарией, которая проголосовала против принятия зимних Олимпийских игр 2022 года. Ее можно понять. Жители, ребята, сказали регионов, за исключением двух, по-моему, Давоса и Санкт-Морица, сказали, ребята, нам не надо, спасибо. А мы взяли и проводим. Вообще, насколько целесообразно, помимо престижа, помимо каких-то там преференций на мировой политической, спортивной арене, что мы с этого получим? Огромную дырку такую вот в бюджете, по большому счету? Ну, дырку, наверное, сильно сказано, потому что само по себе вкладывание денег в какую-то бездонную дыру, ну, это не оправдано. Другое дело, я понимаю, о чем вы говорите, и абсолютно не приветствую то, что наверняка после проведения Олимпиады, а даже уже сейчас эти случаи есть, счетная палата выявит значительные нарушения в расходовании средств. Она уже начала выявлять, да? Она уже начала. Вспомните резонансный визит Владимира Владимировича в Сочи. Совершенно верно, и по моей информации, братья Белаловы уже даже не в России вроде как. Правильно, уже у них карманы оттопырились. Знаете, я не буду. Не будем, да, давайте не будем считать деньги в чужом кармане. Да не то, что деньги, я не хочу быть голословным. Тоже правильно. Это неправильно. Хорошая позиция. В общем, здесь ситуация такова, что я абсолютно считаю, что Олимпиада, как и Чемпионат мира по футболу, как и Универсиада, это не только резонансное мероприятие для России, не только повышающий ее престиж, но и с точки зрения огромных мероприятий, как та же самая Олимпиада-80, да, дающий возможность и толчок развитию многим видам спорта. Это значение нельзя переоценивать. Дело в том, что даже хотя бы, если мы возьмем то же самое Сочи, в общем, там организуются детско-юношеские школы, даже по тем видам спорта, которые там были традиционно не развиты. И, в принципе, туда привлекаются тренеры со всей страны, которые будут там работать, им создаются условия, это я знаю точно. И, опять же, почему это происходит? У нас очень много говорится о геополитическом влиянии России. А Ставропольский край, это, ну, можно так сказать, окраина, та, где исторически Россия постоянно оттуда начинала некую экспансию на Кавказ в свое время, да? Это тот регион, который в какой-то степени, ну, уж, по крайней мере, там, со спортом связан, является, может быть, несколько более депрессивным. Почему мы понимаем депрессивный регион за счет всей страны? Вот это объясните. А мы все, вообще-то, мы каждую большую стройку всей страны поднимаем за счет всей страны. Это нормально. Николай, давайте сейчас ненадолго прервемся, тему Олимпиады в Сочи и целесообразности продолжим буквально через две минуты. Мы возвращаемся в студию. У нас сегодня, как обычно, по утрам среды программа «На своем поле» обсуждаем самые яркие и значимые события, которые происходят в мире спорта. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту и делам молодежи Николая Валуев. Мы затронули тему, которая волнует всех и каждого, не только спортсменов, наверное, да? Это тема предстоящей Олимпиады в Сочи. Я, во-первых, еще раз вас приветствую. Еще раз доброе утро, если кто-то включился. Только включился. Вот относительно поднятия одного региона, мы с вами заговорили, за счет всей страны и за счет того, что будет проходить эта Олимпиада, вы сказали, будет развитие всех, ну, для нас, может быть, не таких ярких и не таких популярных видов спорта, да? Если мы вспомним какие-то, я не знаю, горнолыжные дисциплины. Нет, те, которые там не были до сегодняшнего дня так представлены. Вот и все. Ну, вот смотрите, опять из разговора с экономистами. У нас была целая программа, которая была посвящена экономике, в частности, универсиады и Олимпийских игр. Так вот, экономисты в один, в общем, голос говорят, ребята, те деньги, которые вы потратили на Олимпиаду, вы можете смело на эти деньги построить две тысячи залов, оборудовать какие-то площадки во дворе, открыть спортивные школы и секции, открыть бассейны и ледовые дворцы, вместо того, чтобы все эти деньги пустить на поднятие одного города или сделать из Сочи городу-курорта. Вот с этой точки зрения, наверное же, они более чем справедливы. В какой-то степени, наверное, сермяжная правда в этом есть. Тем более, они экономисты, я с ними спорить не буду. Они же могут элементарно подсчитать, сколько стоит... Цифры, лучшие доказательства. ...тысячи от тех же самых школ, да, распределить их по городам. И, соответственно, все-таки, знаете, мероприятия такие, как вообще Олимпиада, собственно говоря, не являются экономически обоснованными для большинства стран, которые проводят эти самые Олимпиады. Но Пекин, насколько я знаю, еще до сих пор долги никак не раздаст. Ну, вы знаете, это абсолютно точная история всех практически Олимпиад, которые страны, принимающие Олимпиаду, всегда несут непомерные потери по сравнению со своими доходами от этой же самой Олимпиады. То есть в этом все-таки кроется скорее геополитический какой-то интерес, даже, может быть, не интерес, а польза для страны, которая принимает Олимпиаду. Россия не исключение. Другое дело, еще раз повторю, другое дело, как мы расходуем эти средства и насколько рачительно, вкладывая их, смотрим за тем, как они расходуются. Естественно, что наверняка с этим будет так или иначе связано много расследований, я уверен. И Олимпиада в Сочи выявит немалых, скажем так, фигур, я надеюсь, которые, рано или поздно, все-таки будут привлечены к определенной ответственности. Надеюсь, что это все-таки не стрелочники будут. То есть изначально еще Олимпиада не началась, а мы уже говорим о том, что это... Нет, я хочу вам совершенно про другое сказать, что когда факты, сами факты говорят сами за себя, да, это случается, то невозможно не представить, что будет найден тот, кто, собственно говоря, с кого это все начинается. Или, по крайней мере, тот, кто позволил данным средствам уйти куда-то в сторону. На это есть счетная палата, в конце концов, органы, которые обязаны объективно это расследовать и выявлять. И ваш покорный слуга имеет право делать туда запросы и узнавать о конкретных лицах. Ну, знаете как, я вам говорю идеальную такую, может быть, историю, но все же это все есть. Вот смотрите, так или иначе мы все равно крутимся вокруг денег. И вот, если помните, буквально на днях Владимир Владимирович Путин ездил в школу «Самбо-70», и там же был министр... Открывали новый корпус, да. Там же был министр спорта Виталий Мутко, который, в общем, рассказывал, что за год, если я не ошибаюсь, по стране то ли 206, то ли 208 было всего открыто спортивных школ. Он говорил, да, конечно, извините, это мало, спортивные залы, нам их не хватает. Так не лучше ли бы эти деньги, которые закопаны, было бы направить на развитие массового спорта? Я так понимаю, что у вас есть фонд, который занимается как раз популяризацией развития массового спорта, и это вообще ваша тема, как мне кажется. Вот вам с чисто человеческой и спортивно-профессиональной точки зрения как лучше было бы? Вы не как политик сейчас, вы не как депутат, вы как человек, который хочет, чтобы дети приходили в спортивные залы. Вот с этой точки зрения нам нужна Олимпиада. Это очень каверзный вопрос. Я уважаю вас как журналиста, вы подвели меня, знаете, как, фактически сказав нет или сказав да, я в любом случае в обоих случаях теряю в каком-то моменте. Знаете, с точки зрения эмоциональной можно сказать, что лучше бы было и правда построить, ну, X, там, значение, да, тысячи, мы возьмем этих самых школ по всем городам России. Дело в том, что, опять же, сама по себе Олимпиада это, ну, не та артистка, которую приглашают постоянно, и она все-таки прилетает и прилетает на самолете спеть свою песню. На самом деле для того, чтобы провести Олимпиаду, а для того, чтобы только получить возможность проведения Олимпиады, необходимо провести действительно колоссальную работу. Эта работа произошла и велась не в тот самый момент, когда было это голосование. Это были годы работы. И тот финал голосования, когда выбрали Сочи, это, в общем-то, был финал. Это айсберг, в общем, по большому счету. Ну, да, финал той огромной работы, которая была проведена. Если бы так, это все было просто. Даже, может быть, на тот момент, когда вообще все это закручивалось, вся эта идея, еще невозможно было просчитать ту экономическую ситуацию, которая будет происходить в мире через год, два, три. Это действительно годы работы. И я постоянно пытаюсь вам объяснить, что история Олимпиад — это история больших затрат любого государства, любого, абсолютно любого государства. И другое дело, как и каким образом те средства, которые затрачиваются, все-таки государственная власть, которая должна за этим следить, тратит, врачительно или нет. Вот этот вопрос, скорее, больше вас волнует, чем сколько можно было построить на эти деньги школ. Я вовсе не противник Олимпиады. Я с удовольствием каждые два теперь года, а раньше четыре, жду этого, безусловно, ярчайшего зрелища и болею, и когда есть возможность, езжу. Просто когда ты начинаешь вчитываться в цифры, когда начинают скрываться факты, как те же скрылись с головой. Пришло время поговорить о цифрах. Давайте поговорим о цифрах. Я не буду апеллировать миллиардами, триллионами, затраченными. Но есть один казус, который зачастую очень сильно действует на умы тех, кто слышит, кто читает, кто видит. Журналистские братья зачастую в выражении денег, показывая цифры, которые ушли на стройку, и говоря, вот этот объект там стоит, или было задекларировано, что на его строительство будут потрачены вот такие деньги. В итоге он стоил совершенно других, больших денег. Дело в том, что любой неискушенный зритель смотрит лишь на вот эту коробку, которую построили. Так, а что нужно посмотреть? А он не посмотрит. А, то есть вы опять возвращаетесь к твоим инженерной сети и все, что внизу. Инженерные сети, я говорю вообще и о дорогах, и хотя бы даже о той ситуации, когда еще задолго до той истории, как, вот вам пример яркий, Московская область. Вспомните, что до того момента были земли, вот эта вот сосиска, чуть ли не до самой границы Московской области, с каким трудом они все-таки, вот чиновники пытались, те, кто, собственно говоря, чертил границы вот этой будущей Москвы, пытались как-то вот, ну, выстроить будущую границу вот виртуальной Москвы между тех земель, которые, собственно говоря, уже являются чьей-то собственностью. И там история произошла точно такая же. Огромное количество земли нужно было вновь выкупать. А люди, я истории наслушался, именно, знаете как, не официальных, а именно вот как они есть на самом деле. Задушевленные, да, как на самом деле. Да, как на самом деле от людей, которые не начальников больших, а в департаментах, которые сидят с бумагами, кипами и за компьютерами. И как люди, ощущая то, что государству надо вот здесь что-то проводить, какую-то трубу, там газ, строить кусок дороги, начинается просто выламывание рук, откровенно говоря, под предлогом того, что здесь мой дом, родовое гнездо, туда прописывается огромное... Да, это же целые трагедии были у людей. Были, были. Но самое интересное, что те трагедии, которые зачастую как-то описывались, вот может быть далеко не всегда эти трагедии являлись тем самым трагическим моментом, как их описывали журналисты. То есть вы хотите сказать, что были... Прописывается в дом огромное количество народу... Ну, хоть что-то поиметь с государства, с его Олимпиады. Видимо, этим люди руководствуются в принципе. Ну, что за история, хоть что-то поиметь. А как люди рассуждают? Ну, вот сейчас меня выгонят из моего дома, где родился я. Почему выгонят? Нет. Потому что на этом месте будет стоять Ледовый дворец Шайба. Нет, спокойно. Речь там не идет о том, чтобы построить, отнять и ничего не дать взамен. Там как раз история так не идет. Там достаточно адекватное замещение и в виде жилья, и в виде предоставления, если хочешь, земли. Ну да, но не здесь, но в другом месте. Но, к сожалению, да, здесь должна быть пройти дорога. Просто люди начинают считать уже совершенно виртуальные вещи. Там свои затраты. А что, если бы они здесь кафе поставили? То есть, на этом кафе бы кто-то заработал из их там правнуков. То есть, они пытаются в эту сумму, которую хотят от государства, включить все свои будущие возможные доходы? Ну, примерно так. Примерно так и в большинстве случаев. А причем... Николай, давайте мы сейчас на одну минутку еще прервемся, а потом опять вернемся. Видимо, у нас тема Олимпиады в Сочи сегодня будет основополагающая. Ну, давайте поговорим только о ней, не вопрос. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня, так или иначе, получается у нас обсуждение Олимпиады, будущие в Сочи. Сегодня у нас в гостях спортсмен и политик Николай Валуев. У нас, я так понимаю, диаметрально противоположные несколько точки зрения на то, что происходит в Сочи, при всей моей любви к Олимпийским играм. Вы сказали о том, что очень много, дорого и очень хорошо строятся вообще не только спортивные объекты в Сочи, но и вся инфраструктура возводится. При этом хочу с вами заочно поспорить, не моими глазами, не моими устами. Люди приезжают и рассказывают, что строится все абы как, криво. Нет какой-то даже элементарной геологической разведки, когда строятся горнолыжные спуски и склоны, что какие-то мосты рушатся, где-то идут подтопления, потому что местность очень страшная для строительства. Это все-таки и горы, и море все рядом. Насколько справедливы вот эти критические замечания и в адрес, может быть, журналистов, и в адрес тех людей, которые непосредственно за этим наблюдают? Вы с такой историей сталкивались, когда были там? Я думаю, что отчасти они правы, потому что это действительно очень тяжелые погодные условия. Их начинаешь ощущать, буквально въезжая в Красную Поляну. Там действительно красивейшее место. Река вот эта Псоу, вдоль которой выстроена уже такая достаточно серьезная инфраструктура отелей, различных тех мест, куда люди смогут прийти отдохнуть. Там строится целый Олимпийский город на том месте, где, собственно говоря, была лишь маленькая деревенька. Это действительно огромное и серьезное строительство, но погода горная, любые горы, они... Коварные. Ну, они не только коварные, они представляют собой моментальные перемены погоды. И даже если говорить, в каком ключе должно содержать те же самые дороги там, да, тротуары даже те же самые, это постоянные, каждой весной с гор сходят потоки грязи, песка, это все надо убирать, это реально дорогая история. Но, опять же говорю, все, что связано с лыжами, на равнине так не построишь. Это надо делать в горах. Дело в том, что, в принципе, в России еще нету устоявшейся какой-то инфраструктурно-горнолыжного спорта, если уже говорить. Давайте мы вспомним, да, многие наши сборники зачастую вынуждены ездить, в том числе и обычные граждане, вынуждены ездить куда-то. Но они, в принципе, не тренируются в России. Они ездят... Но там это не произошло сразу. Это не было вчера. То есть история вообще горнолыжного спорта, российского и, допустим, европейского, это две разные абсолютно диаметрально разные вещи. Но мы отстаем так лет на цать от европейского. На цать. И если мы будем говорить категориями, что ну и ладно, ну вот не надо нам ничего, давайте лучше, пускай они уже съездят там, потренируются и все. Ну, поймите, тогда мы саму идею не только возрождения, но и чего-то своего похороним на месте. В данном случае Сочи и Красная Поляна – это суперсовременная уже история подъемников, каких-то не архитектурных, наверное, решений, а скорее инженерных решений, которые будут работать в том числе и на спорт, на горнолыжный спорт и все те виды, которые с ним связаны. Просто окиньте взором всю Россию, и вы поймете, что подобных мест самой России ничтожно мало. Вы считаете, что после того, как Олимпиада закончится и туда начнут приезжать люди, вы считаете, что это будет курорт, в который люди приедут, не выбирая при этом Австрию, Андорру или Францию, куда, например, очень многие едут кататься? Поедут ли они в Красную Поляна? Они говорят, ребята, да это дороже намного, мне проще в Европу съездить. Это связано прежде всего с организацией авиаперевозок. Вы знаете, расскажу вам историю. Я много и часто приезжаю в Кимеровскую область, в Кузбасс, потому что я депутат от Кузбасса, и когда у меня региональная неделя, я лечу туда. Соответственно, туда летит компания Аэрофлот, да? Так. Это одна цена. Недавно, слава богу, пробилась другая авиакомпания, которая резко снизила цены на билеты. Причем стоимость ее билета в два раза дешевле того, который был в Аэрофлоте. И сразу это что? Заставил Аэрофлот снизить точно так же цены. Причем уровень сервиса там достаточно неплохой. В той компании. Вот вам яркий пример. Чем больше авиакомпаний допустят к перевозкам в Сочи, чем больше туда будет прямых линий. Не из Москвы, а из региональных каких-то центров. В таком случае это будет оправдано, и люди туда полетят. Да здравствует здоровая конкуренция. Это же золотое правило экономики. Это золотое правило экономики. Я считаю, что вот здесь монополизм в таких случаях может сыграть только плохую штуку, шутку с вообще развитием горнолыжного, вообще Сочи, как не только курорта, но и как центра спорта и развития спорта. Но мы ушли немножко, знаете, от какой темы? Мы начали с вами говорить о том, что там погода, что достаточно сложные рельефные условия для строительства. Не может ли случиться так? Коль мы говорим о том, что Олимпиада это все-таки знаковое имиджевое мероприятие и событие. Что, не дай бог, произойдет какая-то инженерная, скажем так, трагедия, неприятность, случайность во время проведения Олимпийских игр. Такое, увы, может случиться. Вода подступила, размыло, мост рухнул. Это же трагедия, это же такое пятнище на всю историю. Мы можем как-то этого избежать? Или это только веление природы? И вообще, как в этом случае мы вообще будем говорить об имидже России? Нет, я вам за природу не смогу ответить. Что вдруг? Ничего не предвещало, когда случился Крымск. И когда Челябинский метеорит свалился. Да, это вообще непросчитываемая история. И произойдет ли это во время проведения Олимпиады или нет, мы можем на самом деле только гадать. Но настолько ли хороши те инженерные конструкции? Вот, наверное, к этому вопрос, чтобы они выдержали всяческие природные катаклизмы. А вам нужно просто почитать непредвзятое мнение западных инженеров, которые приезжали хотя бы даже посмотреть ту же самую железную дорогу, которая построена по руслу реки. Да и, в общем-то, автомобильных транспортных развязок, которые там же построены. Что говорят эти западные незаинтересованные инженеры? Я считаю, что все-таки они незаинтересованы, они хвалят, на самом деле хвалят. И, может быть, все-таки основные лично мои опасения касаются как раз вот именно тех вещей, погодных условий, которые предугадать никто не в состоянии. Горы, еще раз повторяю, это страшно опасная штука. То есть, например, идет смерч, который засасывает огромное количество воды там, в Черном море. Зачем вся эта вода привносится в горы? И, как правило, ну там состояние хребта, который вообще защищает Сочи от погодных условий, почему там так, субтропики, собственно говоря. Там все это и выпадает в горах. И все это бурным потоком несется вниз по речкам. Там, где у нас стоят объекты. Вот. Но там, где у нас стоят объекты, многие реки, которые, собственно говоря, и Псоу, и сама Сочи, одеваются в бетон. Это должно как-то защитить и выступить такое... Как-то защитить должно. Это уж точно, точно должно защитить. Мы даже не коснулись одной такой вещи. Это то, что отличало особенно город Сочи от многих других мест. Помните, дышите глубже, проезжаем Сочи. Вот эта история, она, в общем-то, фактически призвана уйти в небытие. К тому, как выстроены и достраиваются определенно новые, совершенно суперсовременные очистные сооружения. И плюс к этому построены новые газовые ТЭЦ, проложена труба по дну Черного моря, которые позволят уже не транспортировать туда электроэнергию, а распределять ее по, собственно говоря, Сочи, Адлер и пригородам. После Олимпиады освободившиеся мощности все пойдут на инфраструктуру города Сочи и его прилегающих территорий. Опять же, если бы это встроилось не вкупе с Олимпиадой, все бы восприняли, вот здорово, нам тут свет провели. Сделали, да. Но этот свет будет, он останется, останется там, понимаете. Сочи, это тоже Олимпийские объекты сегодня. А завтра это объекты обычные, которые будут переданы... Обычным жителям города Сочи. Ну, будем так говорить, да, России, Российской Федерации от частных застройщиков. Мы все время говорим про Олимпиаду, и знаете, не затронули с вами совершенно один спортивный вопрос относительно наших перспектив спортивных на этих играх, потому как есть пресловутый медальный зачет, про который уже много говорили, и хорошего, и плохого. И, собственно, есть какие-то задачи и планы у Министерства спорта, есть задачи и планы у конкретных федераций, у конкретных спортсменов. Насколько вообще целесообразно вот это подсчитывание медалей и сравнивание нас все время... Ну, в данном случае, наверное, мы будем сравниваться с канадцами, потому как это зимние игры. И, собственно, насколько мы будем смотреться на этой Олимпиаде? Помогут ли дома стены? Любимый вопрос. Должны помочь, однозначно. Есть еще некоторые вещи, которые не предшествовали Ванкуверу. Дело в том, что Ванкувер нанес, в общем-то, такой непоправимый урон, даже вот в каком-то, знаете, внутреннем ощущении, кто мы есть вообще. Действительно, провал был серьезнейший. Одинское место — это грустно. Да. Что хочешь-не хочешь, были сделаны выводы, и сейчас спортсмены находятся вот немножко даже в тех, я повторюсь немножко, советских условиях, когда они не вылезают со сборов, видят там отрывками семью, кто-то детей, ну, семью, да, близких, живя практически, не вылезая вот за границу вот этой вот... Тренировочной базы. Да, да. Это нормальная ситуация, если мы хотим действительно чего-то достигнуть. Есть, может быть, мое такое отдельное фи по поводу главного тренера нашего... Биатлониста Вольга Пихлера. Пихлера, да. Вы знаете, я по поводу этого человека, ну, так и читал. Очень странно вообще, как он оказался на этом месте, и его высказывания, опять же, какие-то непонятные ответы на абсолютно прямые вопросы. Недавно, кстати, прочла статью о том, что он вообще специально был исключительно призван в сборную России, чтобы разрушить женский биатлон. Это его он сам сказал? Да нет. Нет, это эксперты говорят. Он говорит, не, ребята, я готов уйти, если вы мне не доверяете. Знаете, на фоне даже можно где-то и поверить. Ну, на самом деле, на самом деле, ведь его выбор, почему на него упал, мне непонятно. Ведь ничего такого экстраординарного этот человек не добился и за рубежом. Да. Тогда возникает правомерный вопрос, что он делает сегодня, возглавляя наших девушек. И его нелицеприятные высказывания о России, в общем-то, могут нам подсказать о его каком-то внутреннем мире и, соответственно, возможном отношении к своей работе. Вот, наверное, вкратце, что я думаю о Пихлире. И не могу понять, почему, скажем, сегодня эта ситуация кардинально не преломляется. Не знаю, может быть, из-за того, что уже боятся что-либо ломать в последний олимпийский год. Ну, коней на переправе не меняют. Николай, давайте прервемся на еще полторы минуты и потом продолжим обсуждать медальные планы. Добрый день. Как обычно, по средам мы говорим о спорте. Это программа «На своем поле». Сегодня обсуждаем олимпийскую тему. Так уж получилось. У нас в гостях спортсмены и депутат Николай Валуев. Николай, медальные планы на Олимпиаде в Сочи. Вы смотрите на них оптимистично. Насколько я понимаю, считаете, что дома стены могут помочь. Но вот высказывалось за кадром, что называется, выскажу сейчас в кадре. Я считаю, что побеждать на Олимпиаде можно только имея хорошую системную подготовку. И не мне вам об этом рассказывать. Вы спортсмен. Да, прошедший. На самом деле я к этому вообще отношусь с некоторой, знаете, такой дрожью. Почему? Потому что я не смогу никогда забыть Ванкувер. Не смогу. И это было, в общем-то, не просто потому, что мы вдруг провалились. Это же не вдруг. Провал не бывает вдруг. Не бывает вдруг провалов. И на самом деле вы абсолютно правы, что именно системный подход к любому вообще, к любой задаче позволяет ее положительно решать. И Ванкувер это было просто следствием, на самом деле. А что сделано за эти два года? Я помню высказывание и министров, и того же Мутко, который говорил, мы сейчас будем все менять, мы сейчас то изменим, то изменим. Что было принципиально выявлено, выправлено. И в итоге мы можем на Олимпиаду в Сочи смотреть оптимистично. Говорилось-то много. Что сделано? Ну, по крайней мере, спортсменам позволено быть рядом, точнее, тренерам спортсменов позволено быть рядом с ними. Возвращаемся к нашей ситуации в биатлоне. Светлана Слепцова, ее личный тренер, он у себя дома сидит, Светлана в сборной, она ему жалуется, звонит, говорит, ребята, у меня тут все плохо, я ничего не получается у меня. Я на финише, на этапе Кубка мира падаю без сознания. По-моему, да, ее вообще загонял. Да, поэтому тут вот, с одной стороны, очень хочется, чтобы дома стены помогли, но чтобы они помогли, нужно к этому готовиться, нужно что-то делать, нужно каким-то образом решать наболевшие проблемы. А если мы возьмем пару южнокорейцев, спасибо им, которые выступают у нас шортреки и приносят нам какие-то медальные чемпионаты мира. Натурализировать. Да, у нас же есть сейчас Виктор Ан, который до этого был благополучным чемпионом мира, именно выступая за Корею, теперь он россиянин. У нас есть Плющенко, на которого молится вся, собственно, страна и желает ему здоровья, потому что больше не на кого рассчитывать. Идет чемпионат мира по фигурному катанию, а наш спортсмен девятнадцатый, а нам нужно, чтобы он вошел в десятку и завоевал нам две лицензии олимпийские. А нету этого. У нас, слава богу, все-таки в фигурном катании не так все плохо. Не так. Не так все плохо, и вы знаете, я, кстати, ну ладно, если вы хотите, будем говорить об этом, если нет. Вкратце хотел обсудить историю с включением видов спорта, которые вообще не присущи ни нашей стране, ни многим странам, которые, в общем, недавно были придуманы, а мы должны почему-то это догонять. Хотя там, откуда они пришли, уже существует определенная история. Вы историю про борьбу и включение вейкбординга, скалолазания и ушу? Например, хотя бы, да. Давайте обсудим, потому что это тоже животрепещущая тема. Я думаю, что вы так или иначе дружны же с Федерацией борьбы, знаете изнутри, что там происходит и как люди относятся к позиции Международного Олимпийского комитета. Ну, поначалу это был просто шок. Я назвал это все провокацией, откровенно говоря. Знаю, что, знаете как, сначала после шока, вот мы еще с Александровичем Карелиным, как раз к чести которого, я могу сказать, когда я услышал его мнение по этому поводу, мне очень понравилось. Озвучьте. Он вместо того, чтобы эмоционально размахивать руками, кричать, гады, сволочи и прочее, он сказал несколько очень интересных вещей, что нужно делать для того, чтобы эту ситуацию вернуть в русло. То есть он перечислил страны, ну так, на скидку, да, в которых традиционно развита борьба, предложил создавать, скажем так, такую системную оппозицию, с помощью которой, откровенно говоря, лоббировать, чтобы это решение МОКом не было принято. И недавняя смена, кстати, вот итальянца, когда сейчас... Президента Фила? Да. Маринеттина Лаловича? Да, его все-таки убрали. Дает нам возможность думать, что его слова подкреплены большим делом. Сан Санчо, в смысле? Сан Санчо. Ну, дело в том, что он как раз сказал, действительно, нужно огромное количество работы теперь провернуть. То есть они так крикнуть-крикнули. Понятно, их подоплекой и вообще история этого решения, она вполне ясна. Зачем? А вы какую придерживаетесь точки зрения? Какой? Теории заговора антироссийской, экономической? Какая? Ой, я далек от заговора. Ну, да, вот по вашему мнению, почему исключили борьбу? Простая экономика. Экономика. Экономика простейшая. Но это не только экономика, это еще... Экономика, я объясню в чем. Есть так называемый, сегодня идет активная коммерциализация МОК. Да? Да, да, да. Кто платит, тот заказывает музыку. Все, этим все сказано. Кто спонсор, тот свои виды спорта. Что интересно телевидению, то, значит, давайте мы предложим в официальную сетку. Это раз. Того же Сан Саныча Карелина лишили медали из-за изменений правил в той же самой борьбе. О, я про изменения правил вообще молчу, потому что регулярно после побед неугодных спортсменов, неугодных некоторым странам, регулярно меняются. На самом деле это все-таки, это еще, откровенно говоря, пинок тем странам, где традиционная борьба развита. Это действительно массовый спорт и спорт больших возможностей для тех, кто, в общем-то, находится в несколько более... Не хочу никого обидеть в другой нише социальной, но это лифт, понимаете, это правильно. Сан Саныч говорит, борьба, это борьба с самим собой, в первую очередь. Но когда ты выдерживаешь этот поединок, у тебя открываются большие возможности. А тут, представляете, эти возможности просто откровенно закрывают. Откровенно закрывают, тем самым, в общем-то, и убивают тот самый медальный зачет, о котором мы с вами немножко поговорили. Мы же все прекрасно понимаем, как в нашей стране борьба развита и на сколько медалей мы регулярно, виртуально перед каждой Олимпиадой рассчитываем. И, в общем-то, их получаем. Надо прикрыть источник. Конечно, зачем? Тем более, наша... Есть еще один момент, что голоса России в МОК не так-то сильно слышны. Я говорю о тех чиновниках, которые регулярно призваны там отстаивать наши интересы. И это тоже возникает определенный вопрос. Почему? Почему, собственно говоря? Что они там делают? Хороший вопрос. Не вам ли это обсуждать как депутату и выяснять? Вот мы этим и занимаемся, на самом деле. Это огромное. Это целая такая сетка вопросов, поверьте. Вот это, кстати, последняя эскапада на МОК, она, может быть, где-то и подтолкнула к этому. А это же ваша была, по-моему, идея, Лисан Санчо проводить чемпионы, олимпийские игры среди стран СНГ, по-моему, да? Ваши же городошки, спорт туда включить, лапту, да? По-моему, вы автор. Да. Я не скажу, что автор. На самом деле, эту историю, может быть, следует когда-нибудь, знаете, придумать, может быть, не знаю, назвать это олимпиадой, наверное, будет очень сложно. У нас везде нужно, чтобы что-то назвать олимпиадой, нужно виза МОК. Ну, это бренд, конечно. А, конечно. Но есть национальные виды спорта, есть, о которых недавно Владимир Владимирович говорил, и огромное количество народов, которых занято. Давайте я вам приведу простой пример того вида спорта вице-президентом Федерации России, которого я являюсь. Это русский хоккей с мячом. Советский Союз. Это спорт номер один. Затем идет смена, такая, немножко в сторону футбола. Футбол становится более массовым. Я говорю сейчас о посещаемости. А затем первые вообще наши хоккеисты с мячом становятся активными участниками процесса внедрения хоккея с шайбой в России. И сейчас эта история, все равно поменявшись местами с футболом и с хоккеем с шайбой, хоккей с мячом, как ни странно, остается спортом. Номер три по посещаемости в России. Можете себе представить? Очень многие даже этого не знают. Но это не олимпийский вид спорта. Я вам хочу сказать, что я родом из Курска. И там была в свое время хоккейная команда по русскому хоккею. И у меня есть фотография. 58-й год чемпионат мира в Курске. Люди стоят боком на стадионе. Они не могут встать в полную руку. На деревьях висят. На деревьях висят, да. А сейчас я пришла недавно на турнир по русскому хоккею. А увы, можно, хочешь сесть, хочешь даже можешь прилечь. Это все происходит от простых вещей. Дело в том, что, вы вспомните, в те времена у нас русский хоккей обязательно транслировался по телевизору. Хотя было две программы о телевидении. И активно обсуждался в средствах массовой информации. Вспомните, что происходит сейчас. Слава богу, там Россия стала показывать центральные матчи по этому виду. Стал выпускаться, кстати, благодаря усилиями нынешней Федерации России, людей и вашего покорного услуги, в том числе, ежемесячный журнал о русском хоккее. Там с большим тиражом. Хороший же вид спорта. Уж по крайней мере для души русского человека гораздо симпатичнее, чем, прости господи, вейкбординг или спортивное скалолазание. Ничего не имею против. Я ничего не имею против. Но если мы говорим о каком-то всеобщем оздоровлении, мы должны мыслить категориями масштабными. В данном случае русский хоккей может быть масштабной историей. Понимаете? Причем он представлен также и в женском варианте. И недавний чемпионат мира женский в Иркутске явно показал, что на самом деле трибуны были полные. Вот та история. Правда, сейчас люди на деревьях, конечно, не лазают. Но мест не было. Я был недавно, когда наша сборная выиграла прямо дома у шведов. Мы стали чемпионами мира. Я говорю о мужской. И теперь в этом году мы уже принимаем чемпионат мира в Иркутске. На самом деле я прихожу и в Кемерово. Я приходил в Архангельске. Я приходил также и когда Трубник играл. Это уже Екатеринбург рядом в окрестностях. Дело в том, что везде люди присутствуют. Огромное количество желающих. А дети когда играют, все равно люди приходят. Николай, у нас остается буквально полминуты. Один вопрос. Мы когда-нибудь дождемся, что русский хоккей станет олимпийским видом спорта? И вернут ли борьбу в программу олимпийских игр? Буквально два слова. Виртуальные два. Я только могу выразить надежду. И по одному, и по второму вопросу. И пообещать, что сделаете все для этого возможное. Как в первую очередь политик. Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. Если надо, буду головой биться. Берегите голову. Она вам пригодится. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Вы прекрасный собеседник. Спасибо вам большое. Приглашайте. Буду стараться. У нас был в гостях спортсмен, политик Николай Валоев. Ждем вас. И боремся за наших. Всем добра. Я хочу сказать. Я вот каждый раз общаюсь. Меня все время очень подмывает спросить. Я у Василия Александровича спрашивала. Спрашиваю у вас. Ведь и у меня спрашивают тоже. Говорят, ну, как ты с ними общаешься, спортсменами, все красноязычные такие. Вас не обижает такое впечатление? Ну и что? Ребята, они не могут разговаривать. Меня бесит. Ребята, почему вы решили, что все спортсмены тупые? Почему они, по вашему разумению, не могут связать пару-тройку слов? Точно так же. По той же самой простой причине, что человек немного похожий на Амбертальдс. В данном случае я про себя даже говорю. Первое впечатление – это испуг. Второе впечатление – если удалось пообщаться, это интерес. Третье – это мы расстаемся, как минимум, друзьями, а может быть, даже обнимашки. Понимаете, все очень относительно. И точно так же я могу вам сказать о боксерах, которым совершенно понятное отношение, что вот они все пробиты. Нет. Я просто вот… Сан Саныча можно слушать часами. Сан Саныч обладает еще, плюс-всему, великолепным чувством юмора. Он с непроницаемой вот этой вот… Да, но он такое скажет. Он скажет, и ты стоишь и падаешь прямо там возле этого. Да, да. И я считаю, что именно вот эти вещи, вот эти вещи людям надо говорить, знать. Надо показать, что спортсмены – это не люди вырванные вообще из контекста.